Ну всё, садись, давай обсуждать тему. Нет, давай ещё раз, без пизды, я тебе принесу нормальный телефон. Я вообще не спорю. Давай, без проблем. На что мы начали? Запишем. Вот давайте, всё, подкаст начался, правильно? Погоди, 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 секунда, секунда. Давай, надо вот эту голову. Секунда, секунда, да. Паша, паша, блядь, пожалуйста. Чё, я выключил звук? 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. Я вот это оставлю, я вот это оставлю, чтоб все знали, чтоб подкаст долго начинается вот из-за него, блядь. Если что, это останется в веках, паша. Это останется навечно. Все, что попадает в интернет, остается навсегда, блядь. Все, все. Все, все. Все мы ждем, только тебя. А чё у тебя не пусто-то, я не понял. А как так? А может, заветку вот тут, пожалуйста, всё, я, это. Я тут, я здесь, я с вами, только у меня пью закончилось. Я вот тут, брать. Там есть пиво. Иди, сходи, возьми, там есть пиво. Миш, начинай. О, с помощью у меня с пола. Миш, сейчас, 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 паша сядет, и мы начнем прямо сразу. Да, всё уже пишется, всё нормально. Очень сильно. Да, да, да. А, всё разлито, правильно? Да, да, да. Давай, объявляй. Надо объявить Алка Подкаст открытым, когда чокаешь. Правильно, спасибо большое. Сегодня, сегодня третий сентября, и Алка Подкаст объявляется открытым. Спасибо Дениску, Олегу и Пашу, что сегодня все мы собрались. Поехали. Виталя, извини, всё так получилось, я не ожидал. Да, третий сентября. До одна. Нихрена себе, мне 0,5. До одна. Получается, третий сентября не любишь? Ну, что я вам сегодня могу сказать? Камера пишет, звук пишет. Всё, что вы сегодня скажете, конечно, может быть порезано, но это останется века. На самом деле, я должен вам сегодня сказать, сегодня не было задумано о том, что сегодня будет подкаст. Просто так кто-то сегодня сказал, а давайте запишем. Ты, ты, да. Самые душевные подкасты. И причём у нас была идея, блядь, противоречия. Вот у нас собралось. То есть, вы компания, которая считает одно мнение, и мы компания, которая считает другое мнение. Я предлагаю, блядь, устроить этот батл. Да, да, я за, я за. Давай. Я честно, честно обленился, просто не стал доставать четвёртый микрофон. И сделать один на двоих. Да, да. Простите меня. Я считаю, что мы не подстроимся. Это может быть самый короткий подкаст, но это будет самый душевный подкаст. Смотри, мы вдвоём накидаем на двоих вообще в лёгкую. Причём суть в том, что из-за того, что вы против, поэтому у вас один микрофон. Не-не-не, просто так вышло. И самый плохо работающий. Михаил, Михаил, обидь, пожалуйста. Да нам даже такого хватит, чтобы задавить, понимаете? Пусть он не подключённый будет. Типа реально. Самое спешное, что мы вдвоём давим на женатиков. А вы давите в обратную сторону. Вот на самом деле, я вам должен сказать, вы красавцы, вы прям держите микрофон так, чтобы звук был хороший. Держите, зачем они друг друга держатесь такие. У нас были гости, которые держали микрофон хуже. Ну нет, здесь ты хотел, чтобы я его заглатывал, блядь. Ну это всё, всё, всё. Я тебе скажу так, когда ты женатик, ты умеешь держать микрофон. Горько, горько. Вот реально, это похоже на подказ. На самом деле, для объяснения положения, сегодня 3 сентября, 22 часа 28 минут. Мы все втроём пьём больше, чем паса, потому что паса подключился раньше. И он сегодня отвечает за адекватность. Пока ещё. Ну, ещё не вечер, я так скажу. Тормозите. Реакция ещё. Господа, у нас две команды. Мы отвечаем за женатиков, вы отвечаете, блядь, за холостяков. И мы сейчас спорим. Как так получилось? Что? А смысл нашего подкаста... Проходят дни, проходят ночи, а я не точу. Провода не точат. Не, в чём смысл нашего подкаста, блядь? В душе? Вот кто-то думает, что... Ну, как бы свой самовар заварить легче, чем, ну, реально, куда-то приехать, чужой самовар. Ну, тут нужен сапог, я тебе скажу. Блядь, я так давно не могу растопить. Миш, приди растопи. Сегодня 3 сентября. Ну, смотри, главное... Я календарь перевернул. Ну, сейчас есть такая проблема, типа, что молодёжь, ну, не спешит, допустим, там, ну, пожениться, там, вот это всё такое. Ну, а ты сам спешишь? Это будет божественное. А сколько тебе лет? Какого года ты? Это будет просто божественное. 95-го. 95-го. Но у меня немножко другая проблема. Какого года ты? 94-й. 94-й. Ты женат? Нет. У тебя есть женщина? Да. Почему вы не женаты? Почему, Паша, блядь? Ну, в следующем году такой план. То есть вы планируете в следующем году? Михаил. У меня другая проблема немножко, сейчас расскажу. Сегодня. Что? Я слушаю. Почему ты не женат? Да не с кем, подожди ты. Потому что у меня ещё... Да всё, Библия. Потому что у меня ещё... А сколько ты с девушкой встречаешься со своей... 4 года. 4 лет. Не, ну, сейчас, подожди. Надо всё выяснить, правильно? 4 года, да? Ты молодой парень. Я молодой! Татарский богатый. Смотри, что тебе мешает? Вот сейчас вот конкретно. Вот девушка у тебя вернётся, вот... Ну, что? Что? Да, роет яму под меня. Давай, давай, давай. Достал лопату раздора такой, держи. А я жёстко отвечу. Давай. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Где моё кольцо? Хоть бы прикрою. Вот. Кольцо, причём, от пива такое. Когда гараж открываешь. Да, да, да. Вот. Так вот, да, значит? Это самый... Это... Я отвечаю. Это самую дырочку. Самый душевный подкаст. Самую дырочку, да? Воткнули. Фишка в том, что это, знаешь, какой-то страх, что ли? То, что такое уже ограничение у тебя возникает. То, что ты уже какие-то шоры такие своеобразные на себя уже вешаешь. Какие-то определённые у тебя обязательства возникают. То, что ты не можешь просто так уже взять и расстаться. Что у вас уже что-то должно быть общее и так далее, и так далее. Возможно, это вот страх, и многих сейчас вот как раз это беспокоит. Поэтому вот многие, ну, как раз и боятся. Дэн, Дэн, Олег. Секунду, чтобы возвести... Сейчас парирую. Секунду, секунду. Ты сейчас продолжишь, чтобы возвести в контекст. Паша не женат, я не женат, Дэн не женат, Олег женат. Не так давно, не так давно, не так давно, но мы все встречаемся с девушками продолжительное время. Относительно продолжительное время. Если сравнивать с Римской империей, то мы встречаемся относительно недавно. Я топлю за жених. У меня немножко другая проблема. А ты помнишь, как ты полы был? От микрофона. Расскажу, у меня немножко другая история. В плане того, что я просто хочу охуенную свадьбу. А он тебе надо, блядь? Да, да. То есть ты вложишь денег. Да, да, я без проблем готов. Я буду охуенный, блядь. Я хочу смотреть, что... На вертолете. Сали хуй, блядь. А вертолет будет? Да, да. Оооо! Вертолеты у всех будут. Ребят, ребят, ребят. Вертолет. 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 Держали. Да все, да. Манитесь, а? Короче, не, просто хочу охуенную свадьбу. Не, я готов был, типа там... А зачем? Для чего? Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. не бывает. Дэн, секунду, а вы знаете, церемония будет, чтобы мы были на берегу? Конечно, конечно! Наталья он заказал, блядь! Конечно! Мы будем, блядь, на Мальдивах! Ну типа... А я приглашён! Я ещё не... Оооо! Мать! Полмиллиона? Свадьбу сколько годов потратить? Нуляму-два, наверное. Серьёзно? Да-да. Можно квартирку купить! Сегодня третье сентября! Я покупаю, смотри, я покупаю, получилось, что мы его знаем. Он же, блядь, конченый. Нет, смотри. Он в своей тиме охуенный, блядь! За полтора ляма? У него есть балки, он крутится в своей жизни, блядь! Олег, Олег, ты прекрасно понимаешь, что от Синь-ЖС можно купить за полтора ляма горловину и выиграть миллион! Я покупаю не свадьбу! За горловину заебовую! Мы выиграем миллион на этой свадьбе за два ляма! Я куплю не свадьбу, я куплю эмоцию, понял? На всю жизнь она будет, блядь, детям рассказывать. Ты дурак? Секунду, секунду. Там будет динозавр. Если там будет динозавр, то это эмоции. Слушай, ты вот говоришь, что мне сейчас пиздел, блядь, в лицо? Ты сам этому веришь, блядь? Не, ну, блин, я хочу красивую свадьбу. Я хочу себе эмоцию, блядь. Я хочу... Да, блин, я... Ты, блядь, сам в этом видишь? Я недавно... Смотри, рассказывай, два месяца назад я купил себе Ауди А6 4.2 на моторе. У-у-у! Вот, я же тебе рассказывал. Стоп, а я же не знал. Так мы с тобой ездили на речку на ней. А, да, да. Ты ее видел? Я ее видел. Ну, ты не знал. Ну, ее можно пальцем проткнуть, Паша. Ну, это Ауди. Это Ауди А6. Там, короче, была Ауди А6, но она немножко такая была, потрепанная жизнью. Уставшая. Да, там был 4.2 мотор, там было, блядь, 7 секунд до сотки. Там вот это была эмоция. Если она едет, то 7 секунд. Она едет, я имею в виду. Все, слава богу. Хуена едет 7 секунд до сотки? Да. Я купил просто в тот момент эмоцию покататься на два месяца. Там главное правильно засечь. Там когда вот 80, ты раз такой засекаешь, такой, все 7 секунд и сотка будет. Поехали. Пеня, Пеня! Сейчас уложимся. Ты купил баркасу, он развалился, блядь. Не, я ее продал дороже, чем купил. Я на сколько? На 70 тысяч дороже продал. Вот, вот. Мы будем делать бизнес. Мы будем делать бабки. Мы будем делать бабки. Вот. Поэтому я, ну, хочу купить эмоцию. Эмоцию. Я, блядь, покупатель эмоций. Вот это, знаешь? Не, ну, я согласен, что, вот допустим, допустим, у вас когда-то до того момента, когда вы сейчас смотрите, у вас были прошлые отношения. И когда вы их вспоминаете, вы вспоминаете все лучшее. И вот все лучшее, что было тогда, это вот и есть эмоции. Вы не вспоминаете те ссоры, те моменты преткновения, когда вы были не согласны. Вот это и есть моменты эмоций. Вот Дениска, вот сейчас что рассказывает, вот это эмоции, которые он преследует. И он сейчас хочет свадьбу на Мальдивах, на белом песке. Абсолютно точно. С видом на волны, которые... Там ни одного не будет пищинфицированного? Ни одного, ни одного. Максимум один, но мы его типа сразу вычислим. Который кадрит мальчиков. А вот волны бьются о песок, так мягко лаская уши. И они стоят оба. Он в купальных плавках, она в купальнике. Не, я представлял себя в белом льняном костюме. Ебать, он как на Сен-Сен-Сен собрался в белом льняном костюме. Потому что он обгорел до этого на Мальдивах. Реально, чтобы плечи главное закрывало. То есть костюм с наплечниками. Обязательно. Плавки и наплечники. Чтобы они были эпическими. Фиолетовые такие. И он, слушай, с белым носом, потому что кремом обгорел. Патчи вот эти. Тут патчи, наплечники, плавки. Обязательно. И галстук. И вот он преследует эмоции, потому что ему сейчас хорошо. Да. Да блин, главное в этой жизни эмоции. Все, да все хуйня. Не, ну вот, плюс-минус, да, согласен, что эмоции. Но я больше склонен к тем, что жизнь все решает моменты. Вот маленькие нюансы, которые приносит. Как в этом популярном этом, типа, я в моменте, вот это вот. Я в моменте. Так вот, самое главное же момент. Да, да и господа. Главная проблема женатика. Сегодня вы смотрите как от вам. Че? Че? Нет, что ж. Да, да. Подкаст не будет длиться долго. Это просто кусок душевного момента. Это минус. Это минус. Кажда, у меня звук сейчас лепит. Это минус. Музыку подключить? Так, давай. Третье сентября. 15 минута очень грубо. Слушай, ты нахуй послали, блядь. 15 минут, блядь. Да. В 11? В 11. Сегодня... Через 15 минут ты должен где быть? Сейчас, без 21, я вызываю тебе такси, и в 11 ты стартуешь домой. Без проблем. А куда ехать? Я тут два дома. Я предполагаю так, что это главная проблема женатика. Давайте уже, блядь, обсуждать. Ну, типа, что он через 10 минут уедет? Давай выпьем, давай выпьем. Давай выпьем и обсудим. Давай. Вон, 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 вон. Ты нахлёшь? Давай. Я пасу. Давай. Слушай, не знаю, какая у вас ситуация. Мы... Что это, блядь? Ты это пил, Клабин? Давай понюхаешь вискарь. Ну, вот это какая-нибудь пил? Вот это нет конкретно, но это вискарь. Пахнет вискарем. Это не вискарь, блядь. Пахнет, но это не он. Это вискарь за 487 рублей, мне кажется, где-то так. Угадайте цену вискаря. Челлендж. Угадайте. Угадай. Угадайте тему вискаря. На лиме я так понял. Хочешь, может, давайте. По обратке, Red Label. Red Label невкусный. Слышься. Секунду, секунду, слышь. Прости. Дэн, Олег, Дэн, Дэн, Олег, Паша. Брат, брат, брат. Давай, брат, брат. Дэн, Олег, Паша, брат, брат. Я хочу трек записать. Подожди, да, я спрошу, подожди. Red Label тебе не кажется не хрустным, реально? А Blue Label? Да. Не из Дютика, а просто Blue Label. Есть ощущение, что он вкуснее, чем Black Label? Вот это вот, Red Label, вот это. Полное вакханалие. Самый странный подкаст. Секунду, секунду. Сейчас он включен. Да, блядь, это реклама. Да не хочу. Там смотри, сколько, бать. Там на дворах. У тебя же на YouTube Music Premiere подписка. Это мой телефон. Мой телефон пишет вот это все. Охрененный трек. Давай в следующий раз нормальный телефон принесу, мы нормально запишем, там нормальная камера будет. Блядь, Олег, подними, пожалуйста. Там ящик выдвинут. Ящик выдвинут, на ящик положи. Миш, ты обрежь вот эту всю фигню, чтобы мы типа сидим, общаемся, а потом продолжаем. А тогда мы пошли ссать. Это мы просто все вырежем. А ваш подкаст тянет дальше сам. Да, один такой. Три тезиса за, три тезиса против, такой сам разбирается. Нет, блядь. У меня первый взрослый 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 взрослый. А как ты узнал? Как ты узнал, что у меня первый взрослый? Кто тебе рассказал? Сейчас, погоди. Это, это, а не я. Когда ты выступаешь на соревнованиях. Зона. Зона. Когда выступаешь от универа. И три раза не проебал автоматом. Первый взрослый, все. Блядь, чуваки, на самом деле все впишется вот на секунду. Да, без проблем. Мы напиздели на 19 минут. Это хуйня. Да, это хуйня. Ты сядешь и говоришь, давайте взрослым пообсуждаем. Давай, ближе микрофон, ближе микрофон, чтобы было на расстоянии кулачка. Так вернись на место. Паша. Паша, съебал, блядь. Мне кажется, вот тему женатиков не до конца не распросят. Хочешь я тебе протяну? Провод? Да. Да, давай. Паш, у тебя микрофон прямо у яиц. Потому что у тебя рост охуевший. Два метра ровно. Серьезно, блядь? Да. Блядь, я все детство мечтал, думал, что вот, блядь, вот если бы я был два метра ростом, блядь. У вас у кого-нибудь были какие-нибудь такие проблемы, блядь? Нет. Давайте подумаем. Сколько у тебя рост? Метр семьдесят пять. Метр семьдесят пять. Вообще стандартный вообще. Вот, блядь, самый обычный. Михаил, сколько у тебя рост? Метр восемьдесят. Метр восемьдесят. У Паши, блядь, два метра ростом. А у тебя сколько у тебя? У меня сто шестьдесят четыре, блядь. 167,5, блядь. Я всю свою жизнь, блядь, боролся за 167,5, блядь. Ты понимаешь, блядь? В армии, блядь, меня померили, блядь. Я всегда говорил, 167,5. Понимаешь, блядь? И каждая девушка, которая меня обнимала, вот так вот, блядь. Прости, пожалуйста, это не гейская хуйня, блядь. Она говорила, ой, малыш, сколько ты ростов? А я говорю, 167,5, блядь. У нас сейчас подкаст женатиков все-таки, да? Не, у нас подкаст, блядь, просто чуваков, которые пиздят. Мы уже пишем, мы уже пишем. А пить будем? Погодите, вот я сейчас скажу, ты сейчас прям поймешь. Я сейчас все так нарежу красиво, что вам покажется, что это был самый прекрасный вечер в вашей жизни. Ты что-то ему не то налил, это мой вес. Еп! Ты жадный, блядь, жопа. О, блядь. О, Джим, Джим, пошел, Джим, пошел. Загадай желание. Жизнь моя. Тиху, блядь. Чокаемся.